В редакцию Центрального органа Рабочей партии Америки Daily Worker. Примечания. Daily Worker. The Daily Worker. Газета. Центральный орган Рабочей коммунистической партии США. С января 1922 года по январь 1927 года газета издавалась в Чикаго, а после в Нью-Йорке, сначала под названием Worker, а с января 1924 года Daily Worker. Уважаемый товарищ редактор, не откажите поместить в вашей газете ниже следующее сообщение. 14 августа в Нью-Йоркском квазисоциалистическом еженедельнике New Leader были помещены без всякого указания источников поддельные заключительные замечания из будто бы моей, тоже поддельной, речи на пленуме ЦК ВКПБ. Примечания. New Leader. The New Leader. Еженедельная газета, орган так называемой Социалистической партии Америки, начала издаваться в январе 1924 года. Я не имею возможности и охоты читать все измышления буржуазных и полубуржуазных газет о советских деятелях и не обратил бы внимания на эту очередную ложь прессы капиталистов и их прислужников. Однако через месяц после напечатания этих поддельных замечаний Нью-Лидер прислал мне телеграмму, в которой просит меня подтвердить всю июльскую суровую критику Зиновьева, приписываемую вам в отчетах американских газет о заседаниях ЦК РКП. Не считая возможным вступать в переписку с органом печати, который сам же мошеннически подделал замечания из моей речи, а теперь берет на себя смелость с невинным видом запрашивать меня о подлинности замечаний, прошу вашего разрешения заявить через вашу газету, что помещенный в Нью-Лидер от 14 августа 1926 года отчет о замечаниях Сталина не имеет абсолютно ничего общего с моей речью на пленуме ЦК ВКПБ ни по содержанию, ни по форме, ни по тону, что отчет этот представляет таким образом сплошную и безграмотную подделку. С коммунистическим приветом Иосиф Сталин. 21 сентября 1926 года. Daily Worker. Чикаго. США. 220 номер. 30 сентября 1926 года.